Ямы на дорогах бывают полезные, их даже можно выкапывать специально и использовать в качестве ловушек для лихачей. В одну из таких как раз-таки угодил водитель иномарки, тем самым завершив серию выражений на поворотах и многочисленных нарушений правил дорожного движения. Началась погоня за лихачем со стандартного поднятия жезла. Проигнорировав требования инспектора об остановке, водитель пытался уйти от преследователей, выходя при этом на полосу встречного движения и не раз создавая аварийные ситуации. Миновав аэропорт, мужчина направился в сторону молочки и вот это неожиданно. Включив поворотник, свернул в частный сектор. Здесь он остановился, якобы осознав содеянное, но как только к нему подошел инспектор, вновь нажал на педаль газа. Однако буквально через несколько минут светящиеся впереди фары потухли. Конец погони ждал гонщика в яме, вырытой дорожниками. На помощь горе-водителю пришли местные жители. Слышал грохот, выбежал, смотрел здесь такое. Вот с пацанами подбежали, дверку открыли, внутри парнишка. Ну, вытащили, помогли выворотиться, но он вроде ничего, нормально. То, что произошло, это как следствие его незаконно послушного поведения. То есть фактически подозреваемый наш сам вырыл себе эту яму. Сообщается, что на момент погони мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Тем временем пьяных водителей, пойманных на нарушении правил дорожного движения, предлагается отправлять на лечение и реабилитацию. Проект федерального закона разработало Министерство здравоохранения. Согласно ему, решение в отношении нарушителя о принудительном лечении от алкоголизма, наркомании либо токсикомании может принять только суд. Законопроект направлен на общественное обсуждение. В нем могут принять участие все заинтересованные представители профессионального сообщества. Субтитры создавал DimaTorzok